Снова Мосфильм, снова третий павильон и съемки удивительного проекта «Страна талантов». Каждый выпуск у нас происходит настоящее волшебство. Десять участников – это и коллективы, и вокалисты, и музыканты, и невероятные танцовщики. Спасибо огромное создателям этого уникального проекта «Страна талантов». Нашему продакшену «Вайт Медиа» за весь этот невероятный праздник и волшебство таланта. Субтитры создавал DimaTorzok Ценность того, что вы сидите у нас в жюри, помимо того, что вы народный артист России, помимо вашего безумного опыта, то, что вы своими ногами опробовали эту площадку. Расскажите нам, в чем сложность, может быть, особенность этой площадки для выступающих, которые приходят к нам на проект? Ну, я могу сказать, что площадка по размеру для танцовщиков достаточно хорошая, достаточно большая. Единственный нюанс, который я бы отметил, что она скользковата. И в театрах бывает скользкая площадка, поэтому, да, приходится как-то выходить из положения. Делать все для того, чтобы выступление было максимально ярким. И чтобы зрители не увидели. И чтобы зрители не увидели, конечно, ни в коем случае. А вот вы когда смотрите теперь уже с места жюри, видя какие-то нюансы, делаете какие-то им поблажки, зная, что им непросто. Все-таки профессиональный взгляд, он есть профессиональный взгляд, и нет никаких поблажек. Ну, я стараюсь смотреть на исполнительность со стороны, прежде всего, зрителя. Поэтому, конечно, я вижу какие-то нюансы, кто-то что-то подскользнулся чуть-чуть. Но, вы знаете, все танцевальные коллективы, которые выступали на этом проекте, не было. Я не заметил каких-то проблем со сценой. Все было прям ровно, четко, все было хорошо. То есть, молодцы, ребята, молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас он скажет мне «да». Вот, можем. Юрий Максимович, добрый день, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Как ваше настроение? Прекрасно. Еще бы быть не в настроении, когда увидят столько молодежи, и ты понравился. Это удивительно, я не ожидал. Почему же вы не ожидали? То, что я когда раньше делал, вот это я делал. У меня же домировые трюки были. А сейчас это просто в старости, в старости. В 84 года что можно сделать? Конечно, сейчас я ничего не могу, никаких трюков делать. Сейчас просто позировка общая, дух, настрой. Тем более, вот за 22 года, я четвертый раз только пришел. То есть, давно они выступали? Ну, я вообще не выступаю. Я дал слово, когда в 75 лет я сплясал, так это, на день рождения. И получил много вот этих отзывов. Плачу старики, вспоминаю свое детство. Мне пишут. И мне захотелось, чтобы через каждые 5 лет выступать и посмотреть, как я старею. Да, 80 лет было, я хотел сказать, а у нас ни клуба, ничего нету. Попробуй, тем более, я приезжий, ни бойницы, ничего. И вдруг я услышал, что у нас в соседнем поселке есть клуб. Да. Я пришел в этот клуб. Снаружи он не клуб. Ну, как я в портирочек, как внутрь зашел. Такая планировка хорошая. А люди, директор Ульянова, Наталья Владимирова, Боброва, Аня, и все начинают. Я почувствовал, как будто я в семье. И меня сейчас так тянет туда. Ну, это двумя транспортами надо ехать. То есть, сложность. И вот я им благодарен, когда концерт идет, и они мне звонят. Максимович, у нас концерт. Вы знаете, какая радость для старика? Его зовут из какого-то, чтобы я с ними посидел. Вот это и радость старческих лет. Что люди не забывают, что они тебе благодарны, что они хотят с тобой видеться. Для чего вот человек-то живет? Конечно. Не для яхт, не для ничего. Яхты пробовала в Уропе. Никто даже не вспомнит, делить будут яхты. А уважение, вспоминания, люди будут все уже вспоминать. Вот как я говорил, я укреплял. Я 197 зданий укрепил за 10 лет. А по нормам я должен был всего 10. Вот так я приучил, нарушая всех. Там надо принимать решения индивидуально. А это все боятся. Ошибется, надо отвечать. А я уральский мужик, я ничего. Я принимал все московские комиссии. Все снести, все земледрешение. А я раз, два, три месяца укреплял. И вот я, ну раз, иду мимо какого-то дома, весь уставший, мокрый, голодный. Бегу в свою разрушенную комарку и вижу в доме занавески. Люди шевелятся. Чай, чай пьют. Там я держусь, и слезы идут. Пауза. Это я кладу. Вы мне скажите, мой хороший, вам, жюри, сказали, чтобы вы на следующий сезон приезжали танцевать танец, который вы задумали. Какой танец? Чарльз, венгерский танец. Чарльз. Готовиться будем? Ну, я не знаю, готово. Дело в том, что зависит от байниста и от костюма. Я думаю, райзон. У меня байниста. Ну, уже не будет, я же не могу, это же надо все репетировать. Наталья Владимировна услышит, если я кричит, он может, директор, она найдет байниста. Мне байнист нужен, а так танец у меня готов. Я его танцевал. 22 года тому назад прислал. Потому что мне просто вспомнить, и, ой, знаете, музыка. Руки должны. Я думаю, вы готовы. Байниста найдем. Юрий Максимович, только вернитесь к нам в следующем сезоне. Ну, я постараюсь. Все, договорились. Постараюсь дожить. Та энергия, которую вы подарили залу, я думаю, вы прочувствовали, да, насколько они были вам благодарны, вы столько смогли отдать. Я не могу описать, я не могу понять. Я ничего не сделал для этого. Спасибо вам большое. Мы вас будем очень ждать. И спасибо, что вы с нами сегодня. Спасибо. Пожалуйста. Рад вас. Дай вам Бог счастья. Дай мне здорово. Чтобы у вас в семье было все хорошо. Спасибо. Я вот хоть потерял старушку. 75 лет прожили. Три месяца. 12 дней потерял. Ну, ничего. Интернет забил. Появилось новое. Я вас обожаю. Можно обниму еще раз? Нельзя жить одному. Жизнь должна продолжаться. Да, теперь платочек, пожалуйста. Плоточек, пожалуйста. Сначала хлопочек, а потом платочек. Поступал Юрий Максимович. Юрий Максимович. 84-летний, потрясающий совершенно участник. Что вы испытывали, когда смотрели его выступление? Потому что, ну, надо признать, за кулисами. Мы настолько воодушевлены были. Я увидела, что вы как-то тоже. Вы знаете, я был воодушевлен. Во-первых, музыка, яблочко. То, что он вышел в форме. Но у меня были смешанные чувства, потому что я переживал, честно говоря, за него. Учитывая возраст. Что это стресс, плюс еще кто-то. Плюс это стресс, плюс видно, что он в душе молодой. Ему хотелось показать все, на что он способен. Потому что, знаете, вот сцена, она продлевает молодость. Пока ты выходишь на сцену, ты молодой в любом возрасте. Но, конечно, я немножко за него переживал и волновался. Низкий ему поклон за то, что он вот именно хранит в себе любовь к танцу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Ты снова здесь. Смотри, ты мало того, что втянулся неожиданно в проект, ты супер. Попросился, и тебя взяли, и ты оправдал полностью ожидания продакшена. И теперь ты уже полноценный участник команды. Какой это проект твой по счету? Сейчас скажу. Давай. Ты супер. Потом был... Возможно, все. Возможно, все, да. Потом была маска. Потом маска началась, меня забрали, ну-ка, все вместе резко. И теперь вот этот проект, пятый. Как тебе этот проект? Классно. Я вообще считаю, что это очень хорошая миссия, потому что год культурного наследия. И вообще впервые такой проект. Очень классно, что нам показывают широту нашей культуры от Дагестана до Якутии. Я считаю, что это очень крутая миссия. Не просто какой-то конкурс, а именно крутая миссия. И классно, что делают какие-то старорусские там песни или номера. Делают их на современный лад. И очень хочется самому послушать. И в это все вовлекаешься. Короче, очень круто. Вообще, мы опять, как всегда, со всеми участниками за сценой общаемся. Всех мотивируем, поддерживаем. Но круто то, что вот на этом проекте мне приходится делать комплименты, потому что здесь реально лучшие из лучших со всей России. Это очень классно. Когда выступают вокалисты, наверняка вы же действительно тоже очень много выступали по миру. И много чего видели, и различные коллективы. Что вот за все эти выпуски, которые мы сейчас отсняли, на шестом выпуске, поразило вас больше всего? Что запомнилось? Вы знаете, когда выступают вокалисты, я стараюсь, честно говоря, внутренне расслабиться и просто получить удовольствие от номера. И как-то посмотреть, что... Ура! Вокалисты! Можно не придираться, можно отдыхать. Были номера, которые меня очень сильно поразили и впечатлили. Это был Добрыня Сатин, по-моему. Это Раскирилла. Да, да, да. Во-первых, само выступление мне понравилось, а во-вторых, его исполнение. Горловое пение, я тогда еще на первом выпуске говорил, девушка из Якутии была. Юлиан. Юлиан, да. Я говорил, что я когда услышал, я не мог поверить, что этот человек делает голосом своим. Мне казалось, что это... Ну, понятное дело, что не фонограмма. Я сразу сказал, что это не фонограмма. Но вот я действительно был очень сильно поражен, да. И выступления Добрыни, они вот прям здорово как-то сделали вот этот вот диджеем с этим битом. Все было так вот как-то очень вкусно. И современно. Очень здорово, да, и современно. И современно, аутентично. А еще я очень большой поклонник фольклора. Я всегда сразу обращаю внимание на костюм, например. Если костюм аутентичный, это прям сразу, знаете, добавляет мне какого-то прям вау. Я думаю, здорово. Сильно чувствуется сразу. Это почему-то никак не объяснит. В зале это особенно ощущается. Да, мне это прям вызывает определенные эмоции хорошие, положительные. Добро пожаловать на костюм аутентичный. Добро пожаловать на экстра. Счет Россия! Счет Россия! Счет Россия! Спасибо! Спасибо! Ты мне скажи, пожалуйста, ты действительно с каждыми участниками своими стоишь за кулисами, как ты их поддерживаешь, помогаешь им настроиться, успокаиваешь их. После того, как объявляются победители, они сильно расстраиваются? Или все-таки для них главное участие в этом конкурсе? Вот здесь, кстати, такой аперопроект, где, мне кажется, не расстраиваются особо, потому что мы их заряжаем на то, что здесь не конкурсная именно программа, а то, что это классная миссия, вот о чем я уже говорил. Но здесь уже опытные просто, очень много опытных артистов. И, соответственно, когда они выходят со сцены или выходят на сцену, они уже выходят с мыслью, что они делают классное дело. И то, что развивают и поднимают они часть истории, вот этой нашей российской истории, да, культурной. И, соответственно, для них вот это важно, по большей части. Потому что я считаю, что люди, которые занимаются именно в этом направлении, народном, это все-таки должно вот сердце лежать, именно не просто там «я хочу круто танцевать», да, а именно вот должно лежать сердце, и, соответственно, они не особо расстраиваются. Все выходят на позитиве. Легко, легко, очень легко. И все мы обнимаемся потом и друг друга поддержим. Круто очень. У меня такое ощущение, что ты вообще никогда не устаешь. Это неправда. Это все накатывает дома? Наверное, да. В такси потом уже едешь домой такой и думаешь, теперь спать. И когда в такси едешь, и когда водитель говорит, ну что, 5 минут плюс-минус, ты понимаешь, что эти 5 минут, это такое важное, вообще прям очень нужные 5 минут. Не, на самом деле здесь просто включаешься. И плюс энергетика очень классная. Приходят участники, ну как можно быть поникшим, если они тебя заряжают, с ними пообщался, сам зарядился, да, 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 что такое круговорот энергии. Поэтому, да, в перерывах, конечно, мы стараемся отдохнуть. Спасибо тебе большое за постоянную включенность. Это, правда, очень ценно, и это всегда видно, потому что мы тоже бегаем за кадром, как ты знаешь, и мы все видим. Очень здорово, что, несмотря на то, что это уже не первый проект, ты умудряешься проносить это дальше и дальше и дальше, несмотря на усталость. Спасибо большое, очень приятно. Друзья, уже который час мы здесь, в стране от талантов, готовятся новые артисты, готовятся нас удивить и порадовать. Съемка проходит примерно в 10-12 часов. Я работаю без соведущих, без перерывов, со всеми общаюсь, беру всех интервью, вот, и искренне наслаждаюсь происходящим, потому что мне еще удается узнать тех людей, которые выходят на сцену. А периодически выходят такие люди, у которых такие судьбы интересные будут, такие удивительные артисты, с кем-то можно посмеяться, кого-то просто чуть-чуть интересно послушать. Мне здесь очень нравится. Я здесь, как дома. Это моя страна, страна талантная. Я властно импровизирую. Я всегда говорю очень четко, мощно, от души. Так что не придерешься. Такой же я ведущий. Я просто самый лучший. И работаю за еду. Саша, Анастасия. Можно просто Саша. Там не дадутся врать, на той стороне, где мы сидим на пультовой. Я плясала, визжала, подпевала. Боже мой, что вы устроили. Спасибо, спасибо. Но мы старались. Ну, коллектив называется. На одной волне абсолютно, ребята. Вот правильно сказали, вы нашли друг друга. Вот смотрите, они говорят вместе, играют вместе, поют вместе, выступают вместе. Мы живем вместе, проводим вместе больше, чем с семьями. Репетиции, работаем, все вместе. Вы кайфанули сами от выступления? Мы каждый раз кайфуем, каждый раз. Билеты где можно купить уже? Подписывайтесь в группу. Потому что я сказала редактору, если ты пойдешь на концерт без меня, она говорит, они в Краснодаре. Говорят, да что вообще такое? Мы только на начале пути. Я думаю, когда-нибудь и здесь. Только вперед, только к большим, огромным концертищам. Как ты поешь круто, боже. Спасибо. Ты сказала, что тебе скажут, что у тебя есть талант. И причем даже во второй песне это больше проявилось. Блин, это вообще что-то. На закрепку цыгане, конечно, там это просто. Там грех не проявиться. Да. Должна быть какая-то рассылка потом уже от наших участников, которые так, товарищи съемочная группа, мы наконец-то собрали концерт. И мы все такие, да-да-да, мы пришли. Я думаю, просто афиши будут огромные такие, народный драйв. Концерт там уже есть уже, так что... Зажгли, правда. Ну даст Бог, мы приедем еще. Следите, следите за нами. Подписывайтесь на наш канал. Да, вконтакте все, мы там без проблем. В интернете народный драйв вбивайте, там все ссылки, думаю, найдете. Договорились. Будем с вами. Да, на что понравилось. Очень. Безумно понравилось. Спасибо. Спасибо большое. Так здорово приедем. Да ничего страшного. Ладно, но мы еще раз перезапишем. Да, еще просто горит и горит. Просто так. Люблю поговорить перед лампочкой. Грешна. Честно. Когда вам предложили сидеть в жюри, какая у вас была первая реакция? Вообще сидели ли вы когда-либо на таких проектах уже в жюри? Потому что первое время было ощущение, что вам как-то немножечко, ну, на сцене комфортнее пока. Да, вы знаете, я могу сказать, что у меня был опыт быть в составе членов жюри на профессиональных конкурсах. Конечно, когда ты сидишь в жюри, где ты именно должен профессионально дать оценку, то тут, знаете, я немножко как-то в тени всегда оставался. Ну, ты сидишь, смотришь, отсматриваешь, делаешь свои пометки, замечания и дальше уже разбор полетов. Конечно, для меня этот проект новый. Мне нужно было подстроиться под этот формат, хотя я считаю, что формат замечательный абсолютно. И действительно приезжают коллективы такие, которым уже по 30 лет. И то, что есть возможность показать на всю страну то, что действительно есть фольклор, есть народные коллективы, которые этим действительно живут, этим занимаются, они продолжают этим заниматься и получают от этого удовольствие. Я считаю, что это просто огромнейший такой шаг, чтобы люди это увидели. Нужно показывать культуру нашей страны, нужно показывать людей, которые этим занимаются. Уважаемые участники, я предлагаю выстраивать, что вы будете выходить на голосование. Кто за кем вы помните? Да. Мы почти закончили сегодняшнюю съемку. Она была невероятная. У меня такое ощущение, что удивить нас невозможно. И каждый раз это происходит. Каждый съемочный день на проекте «Страна талантов» в конце мы уходим счастливые, довольные и вдохновленные этими невероятными коллективами. Какая-то абсолютная чистота, доброта. Мы и плачем, и смеемся, и пляшем, и чего только у нас нет за кадром. Оставайтесь с нами, мы все вам покажем. Ведь только за кадром вайт-медиа самое интересное. Надо мне так как-то делать, да? Я же знаю, что он стал с камерой двигать. Я как на прямом эфире. Я буду надеяться и верить, что «Зазвонят! Опять!» Выбрали. Я буду надеяться и верить. На мана. Полин, это он, клянусь тебе. Да, мы на все щели уже. Зато нам весело полет. Спасибо.